В Муравленко завершено строительство еще двух жилых домов. После того, как приемная комиссия оценит качество работ строителей, в новые квартиры заедут счастливые новоселы. Тему продолжит Татьяна Козырь. Дома на Молодежной 36 и Школьной 8 возведены с использованием панелей МХМ и железобетонного каркаса. Муравленко – это не первый опыт. Весной этого года в эксплуатацию уже сданы три дома, построенные по такой же технологии. На Молодежной 36 строители уже закончили все работы по возведению здания и занимаются благоустройством прилегающей территории. Пять-шесть раз в день куратор появляется. В случае каких-то нарушений пишем предписание, выдаем, фиксируется в журналах, фотоотчетом направляется к представителю ЦРИПУ. Со стороны подрядная организация ЦРИПУ быстро реагирует, все замечания адекватно принимаются и устраняются. Обустройство тротуаров, клумб, установка скамеек и высадка зеленых насаждений прописаны в условиях контракта. Детвора с соседних домов на Школьной 8 уже облюбовала появившуюся во дворе детскую площадку. Ее также построили в комплексе с домом. Дом экологически чистый, безопасный, пожаростойкий. Все необходимые испытания были проведены в процессе строительства и до начала строительства. То есть местным жителям переживать за счет того, что новые технологии в России, за счет этого переживать не стоит. Дом пожаростойкий. Ключи от 48 квартир уже ждут счастливых новоселов. В домах подключены все коммуникации, в том числе интернет. Установлены индивидуальные счетчики учета тепла, сантехника и кухонные плиты. Каждое крыльцо оборудовано подъемником. Сегодня комиссия государственного строительного контроля провела промежуточную оценку двух домов. И только после положительного заключения всех экспертов здания будут переданы на баланс муниципалитету. Кроме того, в 2020-2021 годах у нас в планах получения в собственность муниципальную еще семи домов. То есть в планах у нас с 2020-го четыре дома и три дома в 2021 году. Ну и площадь около 10 тысяч квадратных метров по этим домам. Всего в 2019 году переселить в новые квартиры муниципалитет планирует около 300 муравленковских семей. Все жилые многоквартирные дома в Муравленко строятся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Это предусмотрено соглашением с фондом жилищного строительства Ямал-Нейского автономного округа. Здесь у нас переселяются жители аварийных домов, которые расположены в черте города. Сегодня треть деревянного жилья в округе признана аварийным. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» округ расселит 256 тысяч квадратных метров, признанного таковым до 1 января 2017 года. Позиция губернатора Дмитрия Артюхова, высказанная им на заседании правительства, удвоить существующую региональную программу и переселить как можно больше ямальцев из аварийных квартир и домов. Татьяна Козырь, Антон Иванов, Новости Муравленко.